Первый раз в первый класс. День знаний – волнительное событие не только для учеников. Не меньший трепет перед началом нового учебного года испытывают и молодые преподаватели, в их числе Ирина Басманова, учитель начальных классов. Первая учительница – вторая мама. Она должна не только научить детей читать и писать. Одна из главных задач педагога – помочь подготовиться к серьезной жизни в социуме, а сделать это проще в атмосфере любви и взаимопонимания. Они все хорошие, все золотые, я их всех так люблю. И надеюсь, что все подружатся. Моя такая идея, во-первых, естественно, их научить, выпустить достаточно образованными по стандартам, чтобы они все знали, все умели. И, естественно, очень хочется, чтобы у нас класс был очень дружный. С родителями мы по этому поводу уже собирались, разговаривали. То есть родители тоже готовы их водить на различные экскурсии, на различные походы, чаепития и тому и так далее. Подобные различные кружки, их чуть ли не всем классом записывать. Только чтобы класс был дружный. То есть они тоже этого хотят, чтобы дети сдружились, дети были общительные. 1 сентября вместе со своими подопечными Ирина Басманова впервые переступила порог школы. Впереди у них несколько лет совместной работы, но уже с первых дней между малышами и педагогом сложились теплые отношения. По словам первоклассников, детский сад уже далеко позади. Очень хорошо учат детей, чтобы они хорошо развивались и продолжали расти. Ну, здесь можно поиграть с детьми, здесь больше детей, парты. А в садике там сидишь, игрушки какие-то играешь, да и спишь. Несмотря на то, что в школе Ирина Басманова новичок, опыт работы педагогом у нее все же есть. Четыре года она вела начальное звено в шестом интернате. На новом месте работа закипела в одночасье, а о волнении перед уроками учитель уже и не вспоминает. Аккуратненько обводим их и продолжаем. Не торопимся, стараемся, чтобы красиво, аккуратно было. Обводим сначала палочку, а то полукруг и дальше самостоятельно работаем. В штате школы 11 учителей начальных классов. Тем не менее, педагогов не хватает. С каждым годом количество первоклассников растет, появляются новые требования. В общем, образовательное учреждение с нетерпением ждет новых специалистов. В частности, педагоги ждут достойного вознаграждения труда, а еще понимающих и отзывчивых родителей. Как считает Ирина Басманова, только совместная работа поможет воспитать достойных граждан нашего общества.